Оу! Бэк бич! Гандиты, вы на канале Имбасайз, канал о стратегиях. И в этом ролике вы увидите целых два боя. Да, мне было трудно выбрать, слишком много боёв мне скидывалось в личку от всех игроков. Я смотрел, анализировал по-своему. И мне понравился первый бой. Играют Бомбэй. Бомбэй за ядерного генерала против Норвега тоже ядерный генерал. Сейчас проходят Лиги, Кубки, СемиПро или Нублига. Хочу напомнить, что у меня скоро будет турнир. Именной турнир. Обязательно подписывайтесь в Дискорд. Ссылочка в Дискорде. Вся информация там будет. Будете на Ютуб-канале, чтобы не пропустить. Норвег ставит супплайн, но может быть чуть дальше поставить, конечно. Да, будет мешать второй супплтрак к другому добывать. И ставит один завод. И другой супплай нормально поставил. Бомбэй. О, Бомбэй тоже криво поставил. Один супплай. Второй нормально. Второй нормально. Ну да, всё честно. Нормально играть мне. Два военных завода уходят у нас в Бомбэй. Ничего не придумывает. Два завода направлены чуть налево. А вот Норвег у нас уходит в филд и в казарму. Да, я видел, как многие прошлые игроки так и использовали. Когда у них ядерные мюроры. Ставили один военный завод. И ставили филд. Потому что у ядерного генерала преимущество в чём? В том, что у него танки очень быстрые, ядерные, взрывучие. Но против Хеликса они ничего не смогут делать. Потому что у них нет противовоздушной обороны. Первый БМ батлмастер вышел от Норвега. Слева, справа второй вышел. Первый от Бомбая тоже пошёл. Сейчас встретятся они здесь. Да, встретятся. Хотя вот этот батлмастер может зайти и много проблем доставить. Так. И смотрит на разведку. Разведку пошёл. Пока только батлмастер выходит у Бомбая. Здесь стоит Норвега. Он батлмастер, не знаю, что делать. Ой, тут у нас была стычка. Ну, хотя, ну, равноценный обмен. Два батлмастера потеряли. А тут батлмастер заходит и увидит, видит филд и видит Хеликс. Сейчас дозим его забрать. И всё. Теперь должны пойти гаттлинги. Да, сейчас должны будут заказывать гаттлинги. Пока БМ пришёл, не увидел. А вот тут, что Хеликс пришёл, могут быть проблемы. А тут один гонится за другим батлмастером. Хотя ему нужно пойти забрать, не дольше дозера, а даже можно забрать сапплтраки. Так, Хеликс полетел, минус ещё один батлмастер. И гаттлинг выходит. Второй гаттлинг выходит. Но тут проблема, тут проблема может быть. Не, ну минус. Нет, хорошо, хорошо. Можно отлетать, нужно отлетать. Хотя, когда отлетаешь, можно дозер забрать. Так, дозер забирает. А тут у нас приходит батлмастер. Минус один сапплтрак. Да, дозер остался у Норвега. Дозер и остался у... Дозер, а где дозер у Бомбе? А, дозер сразу залетел, заехал И отстраивает, и что, казарму Хорошо, хорошо Так, и Хеликс Хеликс летит, Хеликс летит, лечит И все правильно, хотя можно второй сапплтрак Собрать сейчас, и экономику Чисто не попутит в Норвегу Вроде Норвег хорошо начал, но Чуть по экономике дал А тут он стоял, стоял, даже сапплтраком Не подъехал в Норвег, к сожалению Хотя, если он подъехал, могут покорно два сапплтрака забрать Двадцать сапплтрак, это шестьсот долларов Плюс время приготовления В общем, конечно, на тысячу пятьсот, на две тысячи Мог встрять Бомбе у нас Так, второй Хеликс уже вышел От Норвега, два батлмастера Слева залетят, ну там же Хеликс Ну что это такое Один коленый батлмастер идет, хотя могло бы Починить, не, ну сейчас он точно Улет, даже близко не подъезжает К сожалению, особо туда Не доставляет, хотя второй батлмастер Приходит, дело дела И два батлмастера бьют в Фил Бесполезно, мне кажется Два Хеликса прилетели, да Минусует два батлмастера Просто так тратит пока деньги Хотя уже защищается он Гатлингами от Хеликсов Слева одна есть, один Гатлинг есть Справа Гатлинг, надо отходить, все правильно Ой-ой-ой, сейчас можно потерять Может Хеликс потерять Но тоником выживает, но там идти уже не стоит Ой, все, да, минус Хеликс теряет Два Гатлинга сделали, один Гатлинг против одного Полного Хеликса, но это очень хорошо для Бомбая Кстати, он опять гонится за каким-то, а, хотя забрать Гатлинг можно, можно, да Можно было приехать и чуть-чуть приостановить выработку денег у Бомбая Отстроил казарму, скорее всего будет захват А что у нас пока на рекне, никто в технологии не переходит И Батлмастер против Гатлинга, ну не, не, ну зачем так срывать Гатлинг Один Гатлинг должен зайти, вот этот хороший Гатлинг Который можно забрать спокойно Хеликс Можешь там по соплтракам хорошо забрать Ой-ой-ой, не проверяет Выживет ли? Ой, на тоником, на тоником выжил И два Батлмастера идут вперед Еще у нас тут справа, два Ракетчика стоят, еще защищать Отстраивается командный центр, да, боится, боится И командный центр расстраивается Минус Батлмастер Да, минус Батлмастер Деньги у нас что, у 0-2-4 стоят, уже 800 Тратит деньги он, тратит, завода выпускали Ну, мы сейчас бы второй военный завод построить Ой-ой-ой-ой-ой, еще потерять можно Нет, опять выживают Как он выжил? Да, это Хеликс герой будет Почему ему лучку не дали, пока не знаю Вроде на тоником выживает Тут два Батлмастера стоят Можешь пойти, кстати, забрать опять Саплтраки И тут назад, КРТ, кстати Сколько осталось? 97, 97 Будет достроено И у Бомбоя нету третий ранг, к сожалению Пошла бы у нас ковровочка сюда И бомбардировка сюда И просто, можно сказать, это выигранная битва На Бомбоя Но третий ранг есть у Норвега Но у Норвега нету командного центра, к сожалению Сейчас у меня завод будет Нет, а так назад убить завод Нет, все-таки, забоялся, забоялся Чего, не понимаю Назад возвращается Отбиваться, да, отбиваться нужно Отбиваться надо Возвращается Ну, блин, можно было хотя бы военный завод забрать Ну, с Аплтраки побить спокойно Ну, можно было Хотя у меня на базе проблемы, да С одного супплай добывать будет сейчас у нас Норвег Команда центра строил Бомбай Ну, сейчас, может, и третий супплай строить ему Хотя, хеликс есть Два хеликса есть Так, вроде и отбились А потерял Нужно починить его То есть, Аплтраки надо заказать на Норвегу Ну, а легче же, Аплтраки не заказывает пока Тут два ракетчика Тут гатлинг один, тут еще гатлинг Потом здесь гатлинг на защите стоит А у нас дозер от Бомбая Можем поставить третий супплай Ну, в сторону пока Ой, 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 ой Ну, ходит четырех ракетчиков Один гатлинг Не, это точно Кстати, там двух кулачков один был Пока, сейчас преимущество на стороне Бомбая Бомбая пока второй ранг Им нужен третий ранг для повышения Повышение, нужны повышения Ай, даже спорнень заказал Норвег, ты что делаешь? А где же твои Аплтраки? Вся Норвегия смотрит Ты что? Кстати, заходит сюда один ракетчик Ну, если будет тут юсо, то можем у вас сесть в бункер А сейчас, пока там смысл садиться не вижу Хотя просто можем уничтожать через контрл вышку Очень хорошо будет Ой, второй ракетчик минус Кстати, можем поставить уже бомбой Почему не ставить третий супплай? Вышел миниганец и будет захватывать Вышку И будет преимущество Да, будет преимущество Вот, наконец-то я Норвег сделал И что? Все Да, арт-удар Ковровку Вот это, что мы сейчас перейтируем Это только повышение Я Ну, видим, мы видим повышение Очень, ну, грубо говоря, трехлучковое повышение, мне кажется И... Ну, блин! Накаленный скип кидать Не, ну, тут преимущество уже, конечно, за Норвегом У бомбаи нету завода У бомбаи нету завода У бомбаи нету завода У бомбаи нет ничего И пошел в атаку Вот еще два повышения Просто скинули два повышения Нет, тут даже одинокенчик просто сховывает, можно сказать Хотя нет Но тут Хеликс есть У них не контрит Вообще И три батлмастера Пошел Пошел Ээээ Хеликс, ну тут больше шансов нет, тут шансов нет, потому что 4 ранг даже и 4 гатлинга, 4 гатлинга после 3 батлмастеров, 3 батлмастера просто спокойно должны выиграть эту игру, хотя если не заберут Хеликс, шанс есть, но сейчас же не будет стоять у нас Норвег, Норвег будет у нас, получается, может Хеликс другим полететь, может есть моментов, не, ну это все, это все, это гг мне кажется, потому что, ну, не остались, ничего не осталось, минус суплай, один суплай остался, деньги есть, и просто зарешали у нас повышение, да, вот, первая битва у нас такая была, кто не понравился, а вот сейчас мы придем ко второй битве, просто у всех ебит мне эти понравились, Мы приходим ко второму матчу, у нас в втором матче играет Сириус Фокста, китайского генерала Ванилы, против Ник Пайна, Гладема Хоть Ник Пайна говорит, что он за гла не умеет играть вообще, хотя в последнее время он набрал скилл именно за гла, очень хорошо начал играть, они всегда где-то мне там сколько-то было, 13 было, равный счет там был, кто из них выиграл, я точно не помню, но эта битва мне очень понравилась по своей стратегии, Сейчас напоминаю, что Ник Пайна за Дема играет, и Ванила китаец у нас является Сириус Фокс, Кат у нас такая стандартненькая, всем известная, два суплая на базе, в центре там коробочки раскиданные, ну, все у нас получается равное, так, и по бокам у нас две вышечки, глашнику тут удобно, потому что большая территория, далеко можно идти, распространяться своими витками, своими норками, так, и у нас Сапплтрак первый идет давить Рабика, не дать ему построить норочку, хотя оставил, не знаю, почему оставил, да, ну, скорее всего, он даже не успеет тут норку построить, тут выйдет дракончик и все, просто как-то будет, от центра норочка у нас отстроилась, справа никаких норок я не вижу, суплая далеко, кстати, ставит, не знаю, почему так, тут, кстати, Рабику даже не заказал Ник Пайна, так, и едет Дозер на другой фланг, да, два супла играет, и в казарму играет, пошел дракончик, да, не успеет построить, ну, вообще никак не успеет построить, и, к сожалению, Раб строил ему, но ему не сказали, что там может быть и вражеский юнит, так скажем, дракончик, который может спокойно поджечь, и еще один дракончик пошел, и уходит техничка, техничка с чем, техничка с подрывом, скорее всего, так, да, техничка у нас с подрывом, один, второй, по отдельности, раз, два, и будет добивать, а добить, а добить, а добить, хорош, и уходить, красиво, красиво, Ник Пайн сыграл, сейчас пока что, дракончик один встал у него, пошли мини-ганеры, что захватывать, не знаю, и тут у нас спасал дракон, может быть, нет, за Дозерами охотится, за Дозерами охотится, и уехала у нас техничка, вон тут Рабика, кстати, высадившись, Рабик есть, а нет, скорее всего, и можно вот так было бы объехать, но гатлинг идет, гатлинг, идет как-то, и побусик, дракон хоть крепкий, но тут есть у нас Скорб, Скорб с ракетой, спокойно сейчас отобьется, норочками минсоваться не будет, да, ему Скорбик забрать, Скорбик забрало, кстати, скоро и доубить Течи, не так далеко, ой, какой дракончик зашел, ой, какой дракончик зашел, и не видит, не видит Ник Пайн, ой, 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 какой дракон зашел, минус Суплай, да, минус Суплай, скорее всего, надо идти в завод поджигать, хотя, нет, нет, Жавлот не сможет, тут у вас Корпа есть, Такс, и отстраивает второй воензавод, пошла труповозка, пошли ракетчики, такую страту у нас уходит Сириус Фокс, отстраивается сейчас у нас Суплай от Ник Пайна, и та же самая техничка, герой, можно сказать, скоро будет героем, и электростанцию пока замедлил, он китайца, хотя отстроилась электростанция, да, и техничка у нас тут гуляет, едет, а тут у нас хорошая пачка, кстати, собирается, и отстраивается четвёртый Суплай, не, ну Сириус хорош, тут у нас норочка будет отстраиваться, ой, можно забрать, и у Берча считает, а нет, тут Минки, тут нельзя, тут нет, он должен видеть, что тут Минки, он должен видеть, что тут Минки, он не должен пойти, можно забрать третью лучку, ой, ой, хорош, хорош, а в центре у нас чисто пехотой пошёл, ну да, освободится от труповозки, и чисто пехотой идёт продавливать глачников, и захватывает даже вышки, так, смену Суплай, да, тут у нас миночки, у нас осторожно будет, кстати, тут норочка хорошая отстроилась, и пошёл просто пушить, просто пошёл пушить, ну да, заблокировали один военный завод, да, там уже, может сказать, даже Гиргой можно быть, хотя, эти все пехота, был бы Токс, против Токса это я бы не покатила бы, стата, но сейчас, сейчас всё произумевает от того, что могут обменить базами даже быть, обменить территориями, потому что тут норадик есть, может прийти сюда, здесь Суплай поставить, так, ой, и минус, казарма сейчас будет, хорошая пачка, очень даже хорошая пачка от Сириуса Фокса, отстраивается второй военный завод, он пока спамонит и отстраивает электростанцию, ещё казарма, он необычный, от Сириус Фокса, я бы сказал, минус дозер, так, минус сапплтраки будет, ну, ему сейчас, даже если Суплай потеряет, у него ещё два Суплая, полноценные два Суплая, так, ну тут, да, тут нечем отбиваться, нечем, вообще нечем, я бы сказал, минус военный завод, чтобы куча норок построить, ой, ой, минус это, туда техничка, конечно, катается, но, блин, я не знаю, я не знаю, как он эту пачку отбивать сейчас, да, вот, просто норки даже не справляются, ну, и, сдаётся, нефань, вот, вот так, вот так сыграл Сириус Фокс, мои поздравления, хорошо сыграл, если только наткнулся на канал, обязательно подпишись, поставь лайк, напоминаю, подпишись в Дискорд, у нас скоро будет свой личный проводиться турнир, призовой турнир, очень интересный, скоро будет, всё, скоро узнаете, с вами был Имбасайз, с вами я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok